Всем привет! Вы на канале Neko. Сегодня у нас очередное видео о разработке приложений для оперативной системы Android. И сегодня я вам покажу, как можно сделать, чтобы, когда мы находимся на экране с логотипом, автоматически переходило на главный экран через некоторое время. То есть сейчас у нас как работает? Мы нажимаем на кнопку и переходим на главный экран. А мы сделаем теперь, чтобы можно было переходить автоматически. То есть, когда пользователь открывает приложение, например, через одну или две секунды, у нас автоматически открывается главный экран. И сегодня я еще вам покажу одну вещь. Давайте посмотрим на экране. Итак, вот здесь у нас, если мы открываем наше приложение сейчас, вверху вот эта вот белая линия. На самом деле это статус бар. Здесь у нас находится информация о батарейке, время и так далее. Если откроем приложение, здесь, вы видите, уже лучше видно, так как у нас фон зеленый. Вот они. Это статус бар. А это у нас акшн бар. Вообще он нам в приложении не нужен. Здесь мы откроем то же самое. Так, я вам покажу, как от него избавиться. И еще мы изменим цвет вот данного акшн бара. Итак, начнем с того, чтобы избавиться вот от этой вот линии, вернее, от этого статус бара. Он, видите, выдвигается, но мы его не хотим иметь здесь вот на экране. Итак, для этого мы делаем так. Закроем здесь. Мы открываем папку res. Вот она, папка res, ресурсы. И внутри этой папки открываем папку values. Вот эта вот папка. И внутри этой папки открываем папку styles. И внутри этой папки открываем файл styles. Итак, здесь у нас находятся стили для нашего приложения. И один из стилей – это AppDem. Если мы откроем Android Manifest, то видим, вот описание нашего приложения здесь. И вот здесь, видите, на уровне application, это приложение, полностью приложение, у нас выбран стиль AppDem. Вот он он, AppDem. Видите имя? Что это означает? То есть вот эту строчку, Android Dem, мы можем добавить, ну, например, в какой-то activity. Видите, activity. И здесь activity. То есть если мы напишем вот сюда, в одной из activity, то данный стиль только будет работать в этом activity. Но если мы напишем в application, то он будет налагаться на все приложение. И от него будет зависеть все приложение. Поэтому, так как у нас этот стиль AppDem находится на уровне приложения, то любое изменение в этом стиле приведет изменения во всем приложении. Нам нужно просто-напросто вот сюда, в AppDem, после color accent, вот сюда. Видите, вот здесь стиль открывается, и стиль закрывается. Но один из атрибутов – это чтобы у нас был полный экран, чтобы вот эта вот штука не появлялась, статус бар. Итак, открываем треугольную скобку, item, и пишем full. И у нас уже будет подсказка вот здесь. Window full screen. Это то, что нам нужно. И теперь опять эта треугольная скобка. И вот заранее уже за нас дописывается item, закрытие нашего item. Item здесь открывается, и вот здесь закрывается. И между вот этими треугольными скобками мы вставляем параметр. И параметр это будет true, правда. То есть, слову window full screen мы говорим правда. То есть, пусть у нас будет window full screen. Давайте запустим и посмотрим, что получилось. Приложение закрылось, сейчас будет открываться. Все, видите, теперь у нас здесь нет статус бара. Если откроем приложение, и здесь тоже его нет. Если откроем, и здесь тоже нет. То есть, видите, данный стиль, он находится на уровне приложения. Вот здесь, в application. Если мы его добавим в одно из activity, вот у нас activity logo activity, здесь у нас text content activity, то тогда этот стиль будет работать только на одном activity. Но у нас он на уровне application, то есть, его приложение. Поэтому он теперь действует на все приложение. Итак, теперь нам нужно изменить цвет вот этого action bar. Как это делается? Вот здесь, видите, так, давайте еще раз посмотрим, какой цвет. Светло-зеленый. Если мы откроем опять же тему, app dem, видите, здесь есть color primary, color primary dark. То есть, у нас есть темно-зеленый и светло-зеленый. И этот цвет у нас приходит из файла color. Так, давайте пойдем в этот файл color. Здесь вот находится values, colors. Открываем, и здесь, видите, color primary. Вот этот цвет и есть цвет, который отвечает вот за цвет action bar. Когда мы находимся в файле colors, вот здесь на любой квадратик можем нажать «Изменить данный цвет». Вот жму на квадратик, все, открывается. Давайте поставим, ну не знаю, вот такой темно-синий. Для примера просто, что вы уже сами поставите, какой вам нужен. Теперь запускаем. То есть, вот этот цвет изменился. И так как он вписывается сюда в тему, то и тема изменится, цвет темы. Запускаем, смотрим. Все открылось. Старт. Видите, теперь все, темно-синий. На следующем тоже темно-синий. Так что все заработало. Если бы мы хотели, ну на одном активе, например, темно-синий, на другом другой цвет, то нам бы пришлось создать еще один стиль. И этот стиль уже добавить вот здесь в Android Manifest определенному активити. И уже изменять вот эти цвета. Ну, пока мы это делать не будем. Мы сделаем по одному из следующих видео. Я вам покажу, как сделать по отдельности для каждого активити. Но пока на уровне всего активити. Вот таким образом у нас получится. Все. И теперь нам осталось сделать, чтобы у нас... Так, где у нас есть? Чтобы нам не нужно было на кнопку нажимать, чтобы перейти на главный экран. А при открытии приложения проходило, ну, например, 2 секунды, и автоматически переходил... и автоматически открывалась главная активити. То есть, mine activity. Вот это вот. Так. Для этого нам нужно зайти в logo activity, потому что главный экран, вот этот вот первый, который открывается, это logo activity. Значит, с него нам нужно будет перейти в mine activity. Это у нас mine activity. Итак, как мы это сделаем? Ну, чтобы не захламлять код, нам нужно будет написать новую функцию. О функциях я вам уже рассказал в одном из моих видео. Можете посмотреть на моей веб-странице. Ссылка есть в описании. Итак, пишем private void. Создаем новую функцию. Пусть будет у нас start mine activity. Открываем и закрываем круглые скобки. То же самое делаем с фигурными скобками. Открываем и закрываем. И между ними будем писать код. И код простой. Что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы, когда приложение открылось, прошло несколько секунд, и запустился вот этот вот код. Почему вот этот? Потому что у нас при нажатии на кнопку unclick start, так, где она у нас есть? Вот эта кнопка. Запускается данный код. Мы создаем intent, в котором указываем, где находимся. То есть мы находимся в logo activity и куда хотим пойти. В mine activity. И с помощью команды start activity передаем intent, который содержит всю вот эту вот информацию. И все, у нас открывается mine activity. Но мы хотим, чтобы этот код запустился автоматически. Если мы его скопируем и сразу запустим в onCreate, то есть onCreate у нас, когда activity открывается, создается activity, то activity создастся, быстро откроется, закроется, и откроется сразу главный экран. Мы хотим контролировать скорость открытия нового экрана. То есть если мы хотим на 2 секунды, пусть будет 2 секунды. 3-3 секунды. Если мы напрямую напишем, то так не получится. Потому что сразу откроется. Значит, нам нужно сделать небольшую паузу. Паузу мы уже делали. Вы помните, в приложении светофор. С помощью read.sleep данный код останавливает поток. Это у нас основной поток. Если мы остановим... Ну, вот здесь вот вписываем, сколько хотим в миллисекундах. Например, 1000 миллисекунд. Это у нас одна секунда. Либо 2000. То есть у нас будет 2 секунды. Но если таким образом мы остановим весь поток основной, то у нас все приложение остановится, замрет. И этого нам не нужно. Нам нужно, чтобы приложение продолжало работать. Значит, что мы сделаем? Помните тоже, в приложении светофор создавали новый поток, чтобы не влиять на основной поток. Поэтому мы создадим новый поток. NewStreet. NewReniable. Все. Видите? Теперь вот здесь пишем точка старт. И внутри run, вот этой функции run, мы будем писать код. И код такой. Thread.sleep. Ну, пусть будет 2 секунды. Замрет на 2 секунды. Здесь нужно добавить exception. Это обязательно. Surround with try-catch. Все. Все добавилось. Теперь, когда запустится наш logo activity, пока что ничего не произойдет, потому что мы создали функцию startMineActivity, но видите, она серая. Потому что мы ее еще не использовали. Давайте ее впишем вот сюда. После функции init. StartMineActivity. Все. Теперь, когда запустится, создастся наша activity, logActivity, запустится вот эта функция. И она у нас вот здесь находится. А в этой функции что происходит? У нас создается новый поток. И новый поток замирает на 2 секунды. И продолжает читать код. Но так как здесь пока что кода никакого нету. Все. Новый поток завершается. И все заканчивается. Ничего не происходит. Вот здесь как раз если мы впишем код. Вот этот вот. Давайте его скопируем. И вставлю вот сюда. Past. Все. Теперь, когда создастся новый поток, этот поток, новый поток, замрет на 2 секунды и продолжит читать код. А дальше происходит вот что. То есть у нас происходит переход на следующий экран. Поэтому через 2 секунды, когда создастся новый поток, запустится MineActivity. И все. В принципе, все готово. Давайте проверим. Запускаем. Смотрите, я теперь не жму на кнопку, ничего не делаю. Через 2 секунды должен открыться... Через 2 секунды должен открыться новый экран. Раз, два. Все. Видите, открылся. Кнопку можно было бы удалить даже. Так, где у нас находится? Она у нас находится Layout. LogoActivity. Так, вот она кнопка у нас. Так, у нас кнопка здесь. А, так у нас... На кнопку у нас действует анимация. Если сейчас мы просто возьмем и удалим кнопку, то у нас выдаст ошибку. Почему? Потому что в коде будет пытаться анимировать нашу кнопку, и она уже не существует. Поэтому, если мы хотим удалить кнопку, нам нужно удалить и весь код, который действует на эту кнопку. То есть, мы ищем кнопку вот здесь, находим. Find View by ID. Это нам нужно удалить. Я пока закомментирую, не буду удалять. Вот button. Закомментирую button. Закомментирую вот здесь button. И вот здесь мы запускаем анимацию на нашей кнопке. Тоже закомментирую. Все. Теперь, ну, чтобы не удалять, могу просто сделать вот здесь Visibility. То есть, видно оно на экране или нет. Сделаем GAN. То есть, ушло. Не будет видно на экране. Давайте теперь заново запустим и посмотрим, что у нас есть. Так. Выйдем отсюда. Все. Видите? Без кнопки. Так, еще раз проверим. Так. Fisherman Handbook. Открываем. Все. Через 2 секунды открывается основной Activity. Пользователь открывает приложение. Проходит 2 секунды. И открывается приложение. В следующем видео я вам покажу, как сделать, чтобы... Видите, как оно не очень красиво открывается. Если мы запускаем. Видите, как-то резко открылось и не очень красиво. Я вам покажу, как сделать анимацию, чтобы, ну, либо слева направо приходила новая Activity, либо от меньшего к большему, как мы уже делали, либо сверху. В общем, чтобы было более приятно на глаз. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ставьте лайки. И увидимся на следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok